Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне ничего не хочется все время, как захотеть. Ну, наверное, начать нужно здесь с того, обязательно, что чем больше вы пытаетесь себя заставить, чем больше вы пытаетесь себя заставлять, чем больше вы пытаетесь заставлять себя ходить, тем меньше, на мой взгляд, у вас будет это получаться. Потому что нельзя, невозможно заставить себя и хотеть чего-то. Это невозможно, друзья. Если вам ничего не хочется, ну вот, на сегодняшний день, да, если вы чувствуете, что вам ничего не хочется, ну вот, что, на мой взгляд, вам нужно посмотреть, что вы себе подавляете, и как вы это делаете. На мой взгляд, совершенно очевидно, что идет некое подавление, ну, подавление, подавление вами своих чувств, вот, на мой взгляд. Это совершенно очевидно, вот. И то, что вы подавляете себя сейчас, вот, для меня, по крайней мере, является очевидным, и, соответственно, задача наша заключается, на мой взгляд, в том, чтобы вы перестали это делать, чтобы вы перестали себя подавлять, в первую очередь, чтобы вы перестали это делать, чтобы вы позволили себе и вашим, так скажем, эмоциям, да, вашим чувствам себя реализовывать, ну, себя реализовывать, вот. И, на мой взгляд, когда и если вы будете это делать, вот, на мой взгляд, вам будет проще, вот, решать те проблемы, вот, с которыми вы сейчас сталкиваетесь, вот, ну, по моему мнению, по крайней мере, по крайней мере, вот. То, что вы делаете сейчас, пытаясь выставлять себя, вот, на мой взгляд, вам только вредит, вредит и вредит очень сильно, вот. А ведь желание, да, ну, желание человека, я имею в виду, не происходит по приказу. Желание человека происходит по порыву, то есть, ну, то есть, присутствует порыв, вот. И вам этот порыв нужно увидеть, вам этот порыв нужно ощутить, вам этот порыв нужно заметить, вот. И когда вы это сделаете, если вы это сделаете, вот, то желание придет сами собой, сами собой. Это не что-то такое очень сложное, не что-то такое очень тяжелое. Но это требует определенного внимания к себе, вот. И наша задача заключается в том, чтобы помочь вам это сделать. Наша задача заключается в том, чтобы вы научились себя чувствовать, вот. Сейчас вы себя не чувствуете, вот. Наша задача сделать так, чтобы вы себя научились ощущать. И я думаю, в общем-то, что, вот, в таком ключе, вам не нужно двигаться. Ну, сейчас. Сложно ли это? Да. Несколько это просто вызывает сопротивление. Потому что ваши желания, они будут выходить за рамки тех представлений о себе. Ваших, которые у вас есть. Из-за чего, вы будете, возможно, блокировать, ну, какие-то изменения, в себе. Вот. Будете пытаться вернуться в привычную, ну, в привычную, в привычную русло. Ну, вот. Ну, вот. Будете пытаться вернуться в привычную, в привычную, такую, поведенческую модель свою. Вот. И, именно для этого, как думается, вам и нужен психолог, вот. Чтобы помочь, ну, вот, не откатиться, по крайней мере, без возможности вернуться обратно. Потому что, ну, понятно, что откат так или иначе будет, допустим, вот, в процессе психотерапии, в процессе психотерапии откаты происходит. Это абсолютно нормально, вот. Но главное, чтобы вы, вот, чтобы вы имели возможность для себя не уйти совсем, вот. Туда, вот, в эту сторону, вот, чтобы вы имели возможность вернуться в фото. Вот. И в этом вам, как раз, как раз, может помочь психолог, вот. И работа в этом направлении способствует тому, что вам будет, ну, вам будет лучше. Еще я бы, а, предложил, вот, в какой-то степени, а, подумать, немножечко, на тему, на тему того, вот, каким образом вы оказались. В ситуации, где необходимо требовать от себя чего-то захотеть, вот. Так что, опять же, то, что это не случайно, я надеюсь, для вас совершеннейший факт, вот. То, что вы оказались в этой ситуации, ну, в такой ситуации. Потому что, вот, чего-то от себя требует, и чего-то от себя заставляете. Ну, вот, это совершеннейший факт, и, вот, нужно постараться увидеть, как вы к этому пришли. Ну, потому что, опять же, вот, совершенно очевидно, что, что не случайно, совершенно очевидно. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Я надеюсь, что вам это было полезно. Спасибо за внимание! Продолжение следует...